Во Христе, таким образом, была исцелена вся эта порочность, порочность человеческой природы, которая и возникла в результате первого грехопадения. Послушайте, что это дало? Что это дало миру? Что это дало каждому человеку? Что это дало всему человечеству? Слышите? Всему человечеству! Мы опять возвращаемся вот к тому, о чём так недавно говорили. Что это дало? Послушайте, мы касаемся вопросов, которые, к сожалению, в таком тумане... Ну, я же помню, я же недавно учился же, вот так же сидел, только не в этом актовом зале его не было, к сожалению, тогда. Такой туман был! Ой, Господи! Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, творческое Слово Божие, Слово Божие, то есть Сын Божий, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением. Обратите внимание, это что такое? Богооплощение! Восприняв человеческую прозу от кого? Деву Марии! Так? Так! Дух пишет, соединилось тем самым со всем творением. Свидетель Феофан Затворник Пользуясь словами «Христос за всех умер» – это второе послание Коринфянам, говоря об этих словах, что написал? Послушайте! Апостол разумеет «Не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время». Вы слышите? «Христос за всех умер» – «не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время». И дальше что пишет? «Всех людей», – говорит апостол, «понимаем мы теперь не как плоти кровь родился, жил и умер, а как лица, предназначенные воспринять в себя начало божественной жизни, в залог воскресения и преславной жизни внетлении». Дело жизни о Христе Иисусе или духовного в нём оживления человечества «Только началось при апостолах». Обратите внимание! «Только началось при апостолах». В массу человечества положена только закваска и проникла тогда лишь ближайшие слои. Но так как она предназначена была проникнуть всё, слышите? Предназначена проникнуть всё, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог содержать уже оживлённым и всё творение, как и вот что совершил Христос, оказывается, исцелив в самом себе, как вы помните, много раз повторял, святые отцы один за другим говорят, в себе самом, в самом себе, то и дело. И это человеческое естество, оказывается, вот что он этим сделал! Это было только начало, как закваска, которая затем переквашивает всё тесто человечества! всё, вот что сделала подвиг Христа и совершила его воскресенье! Вот сейчас будет Пасха, послушайте, что говорил святитель Иоанн Сатоуст, и мы ахнем! И вы поймёте, да, какой ужас думать о том, что Бог сотворил миллиарды людей на вечные мучения! Всё должно быть переквашено! На слова апостола Павла, «Когда же тленное сие облечётся в нетлении, и смертное облечётся в бессмертии, тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победою!» Смерть, в принципе, побеждена! Не физическая же смерть только! Как это, думают, примитивы! Святитель Феофан по этому поводу и пишет, когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, слышите? Из всех областей бытия! И всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда всё преисполнено будет радостью жизни! Вот, оказывается, что происходит! Кстати, это вот всё то, что дало, что дали страдания Христа, что дала Его смерть, что дало Его воскресение! Блаженный Феодорит Кирский так и объясняет, обратите внимание на основание рода и увидите, что за прародителем последовали потомки, и все стали смертными! Потому что Он принял смертность! Так, дальше послушайте! Так всё естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщиться воскресенье! Слышите? Во пишут! Надо же это! Что пишут! Нет нам, Фома Аквинский, куда более близок, который говорит, Христос сошел в ад зачем? Чтобы вывести праведников, а грешников подвергнуть ещё большим мучениям! О! И разгорается всё! Прям кровожадность какая-то жуткая! Смотрите, что пишут отцы! Кстати, никогда и нигде и в наших учебниках об этом не писали! Это же кошмар какой-то! Где же святые отцы? Вон, что они пишут! Ну, хорошо! Итак, значит, друзья мои, вот почему Бог не спас мир своим всемогуществом! Бог – это не хаос какой-то, знаете ли, первозданный, о котором говорят многие языческие легенды, что из хаоса всё возникло, возникло! Нет! Не из хаоса возник наш мир, а из первичной красоты, которой является Бог! Он является источником! Этот мир – Его творение, Его энергии! Ну, а теперь вопрос! А зачем всё-таки же эта история человечества потребовалась? А зачем потребовалась история жизни отдельного человека? Зачем? Ещё раз вам напоминаю! Это же один из важнейших, а может, самый даже важный вопрос нашей жизни! Всё, что даётся даром, способно развращать! Получил Адам даром рай и тут же возомнил себя Богом, только отрёкшись от Бога, согрешив против Него, только увидев, кто он есть без Бога, он, наконец, понял! Понял! Что понял? Седи Адам прямо рая и плакаши! Помните стихи Рыда? Вот почему потребовалось! Для того, чтобы нам получить этот рай, чтобы стать действительно сынами и челями Божьими надо познать себя и увидеть, кто мы без Бога! Кто мы без Бога? Ничто! Наполненный мешок страстей, которому не прикоснись ни с какой стороны, ежи, которые не тронь, тут же вонзим своими иглами каждого, кто только прикоснётся к нам! Вот то мы! Да мало этого, даже понимая, что это мне вредит, я не могу справиться! Помните, апостол Павел писал, бедный я человек! То худое, что не хочу, делаю, что хочу, не могу! Земная жизнь дана нам для познания себя. Вся, весь смысл земной жизни человека запомните, пожалуйста! Святые отцы говорят, весь смысл, весь смысл человеческой жизни в чём заключается? В том, чтобы мы, наконец познали, кто мы есть, кто мы! Я не говорю, в физическом даже плане, что происходит! И болезни, и несчастья, и, наконец, смерть! А в плане нравственном, а в плане духовном познать себя! Исаак Сирин великолепно это выразил! Блажен человек, познавший себя! Ибо это познание становится для него основанием, корнем и началом всякой благостынии! только познавший себя может безболезненно получить рай, не возгордиться тогда! А нам сейчас чуть-чуть только похвали и нос кверху уже, Боже мой! Чуть-чуть укори, и мы уже в отчаянии! Ну, посмотрите, насколько мы больные! Несчастный Блажен человек, который познает себя! Действительно! Потому что познавший себя это действительно тот, который смирится! Тогда я смиряюсь! Тогда только я понимаю! Господи, Ты! С Тобой всё благо! Надо же запомнить, Бог – это не какое-то существо, которое сидит и требует себе поклонения! Какая глупость какая! Языческая! Бог не идол! Бог есть Дух и есть Любовь! Покорение Богу – это что значит? Признание любви как высшим законам нашей жизни! Покорение Ему – это покорение красоте, благу, счастью, разуму, всему! Вот что такое! Но для того, чтобы покориться этому, нужно познать себя! Весь смысл жизни человеческой в этом заключается! Христианство очень помогает человеку в этом отношении! Христианство! Потому что оно прямо наталкивает, подсказывает, говорит! Вот, мы с вами говорим об этом! Вне христианства насколько это сложнее! Насколько сложнее! А уж когда происходит извращение христианства, как, например, в католицизме, когда создали этот убийственный, сатанинский догмат о заслугах человека перед Богом! Оказывается, я могу заслужить, дав две копейки нищему! А если принял, сказал, надо мной совершили в течение полчаса там обряд постригом монашества, то у меня сверх заслуги! И не подходи ко мне, а полю благодатью своею! Первый подойду к причастию! Вы все за мной! Познание себя! Вот оно! Весь смысл, весь центр, вся суть человеческой жизни! И блажен человек, который, в конце концов, увидит, что, оказывается, он совсем не тем, о ком он, может, мечтает, а то он думает себя, превозносит себя, только человек, познавший себя, способен принять Бога, принять Христа! Этот человек, даже если он никогда не был христианином, он, увидев его, там, преклонится пред Ним! Потому что вот увидит, кто, оказывается, благодаря кому только я могу действительно стать тем, к чему я стремился всю свою жизнь! Вот так, друзья мои, если у вас есть вопросы по этой теме, то, пожалуйста, пожалуйста! Я хотел спросить у вас вопрос про божественные энергии. Вы рассказываете сейчас много про Григория Паламу, в том числе вопрос такой занимательный, он еще волновал 14-й век, Византию и Запад тоже отчасти зацепило благодать, энергии и сущность. Вот, Дух Святой, мы знаем, в деяниях там еще даже говорится часто, Дух сказал, Дух им сказал, потом вот, сошествие Судового Духа и энергии божественные. По Аристотелю, как бы, ну, мы знаем, на что нельзя разделять, а вот здесь здесь еще это о неком таком разделении, как в Боге. Ну, это одно из обвинений. Но, хотелось бы, точнее, конкретный вопрос, можно ли говорить, что божественные энергии и Святой Дух это, как бы, одно и то же или это как-то разное? Потому что там говорится, что Дух Святой сошел, Дух Святой говорит, и мы говорим, что Дух Святой освещает Церковь. А тогда, что такое божественные энергии? Это тот же самый Дух Святой или это что-то другое? – Хорошо! Хотите, я вам хоть всю Святую Трою сейчас покажу и все расскажу вам, и все мы узнаем? Ну, уж ладно, не буду иронизировать, скажу так, только сейчас, я же вам зачитывал Григорию Палому, но причастности не к его природе, а к его энергиям. Святой Дух – это одна из апостасий Святой Троицы, единосущной и нераздельной. И поэтому, когда мы говорим об энергиях, то говорим об энергиях всей Троицы. Василий Великий употребил термин, который, наверное, ответит на ваш вопрос – единотройственная благодать. – Благодать – это и есть энергия. Благодать – это энергия и есть. Единотройственная. Поэтому нельзя сказать энергия Отца, энергия Сына, энергия Духа Святого. Нет этого! Единый ум, единые энергии, единотройственная благодать. И поэтому одно дело – сошествие Духа Святого, совсем другое дело – действие Его энергии. Дух один, пишет апостол Павел. И, наверное, помните вы это? А дары различны. Дух один, да, Дух Святой сошёл. Энергии же дары различны, много различны. Даже вот так. И поэтому мы должны понять, и вот в частности, может быть, упомянем даже, что в деле спасения мы видим участие всех трёх, если хотите, лиц в своей специфике. В своей специфике. Об этом вот мы будем говорить, ну, как хотите, может и сейчас даже сказать, но я... когда будем говорить о миропомазании, о таинстве миропомазания, что здесь со всей очевидностью сказывается действие третьей ипостаси в деле спасения человека. Обратите внимание, Христос крестился. Да, это было крещение не ради того, что Он нуждался в отпущении грехов, их не было. Нет. Но, что интересно, это крещение по человечеству потребовало схождения Духа Святого даже на Него. В деяниях апостолов, которые вы упомянули, потому что рядом, говорит, самаряне крестились, но Духа Святого даже не слыхивали. Апостолы пришли, и благодаря их молитвам, действию, они получили и Духа Святого. Видите, участие третьей ипостаси в деле спасения человека. Мало крещения. Требуется ещё, ещё вот это действие Духа Святого, которое совершается в таинстве миропомазания. Вот я думаю, что в отношении этих вопросов, знаете, от богослова я лично до того не люблю копаться в этих вещах. Слушайте, когда человек тонет, вот сейчас, знаете, там проруби есть, провалился. Интересно, о чём он будет кричать? О чём будет спрашивать? О чём будет упрашивать? Чем просить? Вот, знаете, беда школы в чём состоит? Школы, духовные, духовные школы, говорят, что мы занимаемся бесчисленными вопросами, которые не имеют никакого отношения к нашему спасению. Причём, насколько это неразумно, я вам скажу. Знаете, почему неразумно? Ведь стоит только нам! Вот, умер и всё увидел! Боже мой, а мы ломали головы! Оказывается, вот оно, как всё на самом деле! Мы же сразу увидим! Всё так, как есть! А сейчас, значит, знаете, как котята слепые, ткаемся во все стороны, кричит, нашёл! Да! А нашёл место одного, совсем другое! Так что не увлекайтесь! Вот эти схоластики, это называется схоластикой, схоластика, что такое схоластика? Школьность! Схоли – школа! Школьность! Думать нужно! Всё должно быть направлено к единой цели! Что нам нужно знать для того, чтобы не упустить время, время жизни для достижения цели? О! Мы говорим «целеустремлённый человек!» О! Даже в житейских вопросах, как это важно! Вот! А тем более, это важно в вопросах духовных! Пожалуйста! Все речи, которые сказали, что Господь исцелил человечество через страдания, поскольку этого требовали духовные законы, так как человек вкусил запретного плода, то через страдания и надлежало ему исцелиться. Вот такой вопрос. Не является ли в таком случае Господь детерминированным? Не является ли Господь детерминированным со стороны духовных законов в таком случае? Дело вот в чём. Я же несколько раз вам повторил, что все божественные энергии и все сами законы, законы, о которых мы с вами говорим и которые рассматриваем как некий объект, они все являются ничем иным, как в конечном счёте проявлением божественных свойств. И, следовательно, божественные свойства, детерминированы они или нет, что он есть любовь. А вот захочется он, может он быть нелюбовью? А может Бог перестать быть Богом? О, не может! Ужас какой! А может он другого Бога создать? О, совсем-то она не Бог, не всемогущий! Поняли теперь? В чём вся суть? Ни о какой детерминированности здесь даже речи идти не может. Таковы свойства Бога! Ну, просто Евангелие Христос открыл нам! Раньше, помните, мы с вами говорили, Бог кто такой? Бог всемогущий! Что хочет, то и делает! Ну, разум! Ну, творец! Ну, справедливость! А христианство говорит, нет! Да, это всё! Да, это! Нет! Любовь! Ибо там, где нет любви, безумен разум, нет справедливости, нет истины! О, совершенно другой уровень постижения Бога! Таков Бог! Всё! И поэтому всё существует как? Целесообразно, прекрасно, недаром! Вы знаете, вот у романа Саткопевца особенно много, часто повторяется, когда Бог называется первичной красотой! красота! Как мы иногда, знаете, увидим красоту, всё! Мы очарованы, мы потрясены! Стой! Кричим! Посмотрите! Это ж невозможно! Я помню, однажды летел в Африку и с нашим консулом одним, и он говорит, я вам покажу, по-моему, Сера-Леона, я вам покажу, одно прекрасное есть место! И вот он повёз, повёз! Я действительно, вы знаете, хотелось бы вот схватить и как бы это не потерять! Потрясающей красоты какое-то одно местечко было! Но как? Ну, невозможно! Теперь, правда, фотографируют всё, но я с собой никогда не брал фотоаппарата в это искушение! Да! Красота, она всё поглощает и очаровывает! Бог есть первичная красота! Вот так! Есть несколько тем, о которых стоит поговорить, но в данном случае я уже вас, по-моему, подвёл, всё-таки подвёл не в смысле обманул, подвёл, не в смысле натолкнул на что-то худое, нет, а подвёл, в смысле логически подвёл к тому, а что же нам-то даёт этот подвиг спасения, который совершил Христос? Сейчас я вам зачитал как раз Иоанна Дамаскина, что, кажется, это было-то, я видел только началом! Закваска пишет, Феофан Затворник только была вложена во времена апостолов она только проявилась, а дальше она должна заквасить всё тело человечества. Как же происходит это? Это происходит для тех, кто способен увидеть себя, кто способен понять, что он совсем не тот, кем он должен быть, о чём говорит ему и разум, и совесть. Этот человек, тот-то способен, вы слышите? Это не так просто, вот, извините, это не так просто, не, потому что моё Я это превыше всего! Это жуткое! вот тот, я говорю, кто способен, он принимает христианство сознательно! Я говорю, сознательно, не по обычаю, по обычаю! А я крещён? Да, ты крещён! Ох, да, всё в порядке! Я член церкви! Ты член церкви! Помните, я вам зачитывал Паскаля, как он пишет, прям со слезами даже, раньше, чтобы стать членом церкви, ты должен был доказать своей жизнью, что ты достоин этого, можешь принять христианство! А теперь тебя никто не спрашивает! Раз и всё в порядке! Ты готов! Член ты церкви! Так вот, для некоторых, кто способен, способен вот увидеть себя, способен принять христианство! Это спасительное деяние Христа совершается у такого человека через приобщение к церкви, которое по апостолу есть тело Христово! Слышите? Вы слышите? Тело Христово! О чём речь-то идёт? Вы обращали внимание? Мы только сейчас говорили! Какое стало тело Христа? Бесстрастным, нетленным, бессмертным! Исцеление произошло! И церковь есть тело Христово! Ты можешь стать, оказывается, членом этого бессмертного, нетленного, бесстрастного тела Христово! И это происходит в Таинстве, это происходит в Таинстве, которое называется Таинством Крещения. Крещение! Что в нём происходит в этом Таинстве? Я не хочу вам сейчас читать лекцию о том, что вы уже, наверное, тысячу раз проходили по догматическому богословию, как оно совершается, почему и что, а хочу сказать вам о другом. Ну, прежде два слова скажу, поскольку у нас апологетика, что священные омовения в истории человечества всегда бывали. Именно священные. Всегда вода рассматривалась как символ очищения человека. Как знак очищения. Тертулян даже писал, что с такой иронией писал, что они думают, что вода их очищает от грехов. Говорит о язычниках. Дело-то в том, это неудивительно, потому что вода действительно очищает наше тело, и нетрудно было предположить, что она каким-то образом может действовать на душу. Но то, о чём говорит христианство, совсем другое, что не имеет... Ну, очень далеко отстоит от того, что подразумевали под водой и под омовениями все предшествующие ритуалы различных религий. Каково святоотеческое понимание крещения? Они утверждают... Я вам сейчас зачитаю несколько святых отцов, чтобы вы это имели в виду, потому что, как ни удивительно, я вам скажу, но то, что пишут святые отцы, куда-то ищи не было... Не знаю, может быть, вам говорят, но когда я учился, нам никто не говорил. А они говорят в удивительной вещи! Они говорят, что в крещении человеку даётся семечко. Семечко... Кого? Последнего Адама. Так апостол Павел называет Христа. Первый Адам, ясно. Второй Адам. Адам – это кто? Родоначальник. От первого Адама, каким мы рождаемся, все знаем. Здесь пишут святые отцы, в крещении человек получает вот это духовное семя нового Адама. Бессмертного, нетленного, бесстрастного. – Почему семя? Почему семя? По очень простой причине. Семя надо вырастить. А чтобы вырастить, надо соблюсти условия. Его надо поливать, сырить на огороде, пропалывать надо, чтобы сырники не заглушили. укрывать, если хотите, от жары там. В общем, всячески культивировать, чтобы семя не только не погибло, но чтобы выросло и дало плод. Плод! Слышите? Не плод дается сразу, как это, я помню, нас учили, всё, дали крещение, всё, всё! Нет! Нет! Тебе даётся семя! Ну, впрочем, во-первых, насчёт семени, что святые отцы пишут, и апостол пишут, что это семя, а не что-нибудь. Посмотрите! Вот я вам приведу. Апостол Пётр. Возрождённые, называет христиан, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. А какое это Слово Божие, которое живое, это пребывает вовек? Надо бы написать слово-то с большой буквы. Ведь одно слово, которое говорится, другое слово... Помните? Вот на Пасху будем слышать эн архи ин о логос. В начале было слово кеологос прон тон фион, простон фион. Кефиос ин о логос. И Бог было слово с большой буквы. Слово – это кто? Тот, кто, воплотившись, стал Христос. Мы родились, оказывается, не от тленного семени, а от нетленного Слова Божьего. Слово «видеть» имеет два смысла. И в данном случае, поскольку речь идёт от пребывающего вовек, это апостол Пётр пишет, значит, о каком идёт слове? О Христе. А Иоанн Богослов что пишет? Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нём. Интересно, какое семя? Любопытно! Святитель Игнатий Вринчанинов, комментируя слова апостола Павла, мы сделались причастниками Христу, называет это семя зерном. Зерном. В Евангелии часто она называется закваской, зерном. Вот что он пишет. Здесь, разумеется, благодать крещения. Слышите? Прямо пишет. Разумеется, благодать крещения, насаждаемая в нас при вступлении в сочетании со Христом подобно зерну горчичному. И со ссылками на много отцов так он прямо, прямо называет это семя даже самим Христом. Слышите, замечательно как! Вот что он пишет. Святой Исаак Сирин, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения как семя в землю. Слышите, что происходит? Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всём изящести своём только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И ссылается, говорит, смотри, преподобный Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфа Пулов, главы такие-то и прочее. Слышите, что пишет преподобный Григорий Синаид? Смотрите, что пишет! Между тем, принятое нами о Христе Иисусе во святом крещении слышите? Принятое нами во святом крещении не истребляется, а только зарывается, как некое сокровище в землю. И благоразумие, и благодарность требует позаботиться о том, чтобы открыть его и привезти в явность. Посему, если искренне хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодатное, вы слышите? Благодатное! То поспешим скорее навыкнуть всему последнему сердечному упражнению и иметь всегда в сердце это одно дело молитвы и так далее. Святитель Тихон Задонский саму веру истинную употребляет этому благодатному семени, получаемому в крещении. Он прямо пишет! Вера живая есть дар Божий и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается! Патриарх Сергий Старгородский в своей замечательной книге, кстати, очень хорошая книга «Православные учения о спасении» замечательная! Вся на святых отцах! Просто молодец! Да, замечательно пишет! Писал! Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенно! Вы посмотрите! А оказывается, что в крещении-то дается семя! Только семя! Кстати, обращаю ваше внимание, друзья мои, что то, что мы говорим о таинстве крещения, то же самое происходит и в любом другом таинстве. В таинствах дается семя, а не полнота уже древа и плоды. А то приходят, мы венчались, а вот у нас, смотрите, и развелись! А что вы сделали с этим семечком? А ничего! Ничего! Думали уже плоды! Живи, как в раю! Ничего не делая! Надо запомнить, в любом таинстве мы получаем только задаток, возможность! Так же, как от человека рождается человек с даром речи. Есть в нём, в человеке, дар речи. У обезьяны нет этого дара речи. Мы получаем семя, а не полноту даров, а в священстве то же самое! То же самое, конечно! А то сразу получил сан, и уже я! Кто ты? Ты семечко получил! Ещё твоим семечком не насытишь никого, и себя тоже! Вот так! Таково святотеечное учение о крещении. Ещё на что они обращают внимание? На то, что крещение – не магия! Дар благодати даётся не в силу совершения обряда крещения. Ничего подобного! Святые отцы просто решительно решительно настаивают на основании того, что учат апостолы. Апостол Павел прямо пишет – не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. А пророк Иеремии так вообще говорит – проклят, кто делает дело Господне небрежно! Просто так, по обычаю, принять или окрестить. Крещение приносит человеку благо только при условии, соответствующего веры. И самое главное, самое главное – при этом искреннего желания изменить свою жизнь. Нет этого, тогда всё обессмысливается! Всё обессмысливается! Вот в чём дело-то! И Господь предупреждает в притче о талантах, предупреждает, помните, что Он пишет о том, кто получил один талант. Помните, что пишет? Который зарыл в землю, тот, кто принимает крещение просто так! А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов! И, сказав этого, это прибавил, кто имеет уши слышать, да слышит! Слышит или нет? Слышите вы все, которые принимаете крещение или крестите просто так, по обычаю, слышите, выбросьте вон раба негодного! Святой Кирилл Иерусалимский прямо говорит, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а дух крестить не будет! Иоанн Дамаскин пишет «Ибо тот, кто приступает к крещению, коварно, скорее будет осуждён, нежели получит пользу!» Марк Подвижник пишет «Уверился ли ты, хотя ныне, что твёрдо верующим Дух Святой даётся тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не даётся!» Слышите? Не даётся! Формально – да, он крещён, крестился, а на самом деле слышите, что, оказывается, происходит? Это надо иметь в виду! Посмотрите, вот священный мученик Фаддей, что пишет «Правда, многих крещённых нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещённых. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желаний Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещённый должен привиться к доброй маслени Христу через веру и любовь, которая обильно вселяет душу человека жить Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить». Вы знаете, как строго предупреждают святые отцы, вот я сейчас не имею уже времени вам это зачитывать, относительно того, чтобы принимать крещение по обычаю или уж ради каких-то, знаете, суеверных вещей, а особенно, когда крестят детей ради того, чтобы не плакал, чтобы не болел, чтобы лучше рос, то есть до Бога и тела нет, спасётся – ничего! Главное, чтобы сейчас было хорошо и это целью ставить, то есть чистое языческое такое намерение. Но надо же понять, что Бог-то видит, почему мы крестим. Бог видит, ради спасения мы крестим или ради чего? Бога не обманешь! И тогда, соответственно, получаем плоды. Какие? Тернии и волчцы, как написано ещё в первых библейских строках. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...